Добрый день всем, ребятки! Добрый день всем! Жизнь продолжается, мы поем. Жизнь продолжается, мы поем. Жизнь продолжается, мы поем. Жизнь продолжается, мы поем. Не откроет будущие глаза. Жизнь продолжается, мы поем. Жизнь продолжается, мы поем. Плачет и зовет, плачет и зовет. Музыка Спасибо. Доброе утро всем, ребятки! Значит, что, сегодня снова готовлю хлебушек, потому что серый покупаем, белый печем. Как-то я уже и привыкла, что я белый давным-давно не покупаю. Ну, как всегда, 320 грамм чуть-чуть тепленького летнего молочка я заливаю прямо сразу в эту самую хлебопечку, в эту вот, в корзину для выпекания хлебушка. Вот, дрожжи. Или размерная ложка от хлебопечки, то есть можно и либо две маленьких вот этих вот дрожжей, либо одну неполную, эту самую, вот эту вот большую. Ну, удобнее брать большую дрожжи, поэтому прямо эти дрожжи я отправляю в теплое молочко, и они там себе распушаются. Пока дрожжи распушаются, мы взвесим муку для одной булочки хлеба килограммовой. Мне нужно 520 грамм муки. Вот, 320 грамм молока и 520 грамм муки. Сейчас я пока буду взвешивать, поговорю с вами. Значит, день сегодня понедельник у нас. Вчера были у нас родственники. Ну, слово гости сейчас звучит, скажем так, не очень. Гости, просто визит. Знаете, мы давно не виделись, была рада их видеть. Они живут в другом поселке, городе, как сказать. То есть они беженцы из Киева, который подвергался обстрелам, взрывам и так далее. Мы выехали, они оттуда и живут сейчас у родственников. Местные называем, сами понимаете. Вот, 530 взвесили. Поэтому была очень рада их видеть. Вся семья пришла, ну, с одной дочерью. Вторая дочка тоже в отъезде. Все реже и реже мы встречаемся, но я все равно, мы все равно не унываем. Мы ждем перемоги, ждем победы и все будет, все, муку ребятки отправила. И все будет хорошо, я в этом уверена. Витя тоже, мы все сознанием своим понимаем, что зло, значит, добро победит зло. Это не бывает иначе и не будет иначе. Все. Одно яйцо отправляем тоже в хлебопечку. Я сейчас покажу, как я буду загружать операцию и включать. Просто я покажу ингредиенты, которые входят, значит, в этот самый состав килограмма хлеба. Сахар полная, ложечка большая, мерная для хлебопечки, полная. Вот, а соли, наоборот, маленькая, полграммам, маленькая ложечка соли. Все. И где-то ложка, полторы, наверное, ложки подсолнечного масла. Но я, знаете вы, что я работаю с пахучим маслом. Ну, как с пахучим, не с пахучим, наоборот, с домашним, не пахучим. Холодные обжарки я всегда на нем готовлю, на домашнем масле. А олейную я покупаю специально для выпечки хлеба. Потому что все равно присутствует небольшой, но запах присутствует в хлебе. Этого не хочется, поэтому я пользуюсь олейной именно для выпечки хлебушка. Вот, сейчас я переверну. Здрасте, поближе. Поближе сейчас я переверну, покажу, какую операцию я выставляю. Вот наши, значит, все ингредиенты для хлебушка. Здесь у нас мука, молоко, дрожжи, соль, сахар, яйцо и подсолнечное масло. Я ничего руками не мешаю. Сейчас я закрою крышечку и мы с вами поработаем. Значит, корочку я люблю обжаренную, поэтому я ее установила уже. Значит, вторая операция, это у меня, я выпекаю всегда французский хлеб. Мне он больше всего нравится, потому что классический, он получается, булочка ниже и не такая, значит, пористая. Французский мне нравится больше. Это вторая операция. Ее мы уже включили. На килограмм хлебушка мы отправили, значит, эту самую. Здесь есть 560, 750 и килограмм. Понятно, килограмм лучше. Что-то стало с моими вот этими буковками, чем-то их тиранул. По-моему, даже Витя, но я не буду. Может, и Степа тут почудил. Короче, тут у меня подтерлись операции. Ну, а это мне операции для этого не нужны, для хлеба. То есть, я корочку заказала, килограммовую эту заказала, операцию выставила. И просто включаем вкл и пошло у нас перемешивание нашего хлебушка. Вот так, все. Все игра есть, все работай. Ну, когда он испечется, вы сами понимаете, я вам его покажу. Ну, теперь поближе я с вами увижусь, ребятки. Вы просили показать маникюр. Конечно, сейчас не до маникюра и не до красот, но просили, я показываю. Вот такой карамельный, такой красивый. Танюшка у меня молодец. Мой мастер. Я ей очень благодарна. Она умничка, добрый, хороший человек. Хлебушек мотается, не обращайте внимания. Ребятки, значит, хочу вам сказать, что мы морально все на том же уровне. Держимся, крепимся, молимся за Украину. Невзираем ни на какие фейки, вмешательства, какие-то вливания в нашу душу, на нас хотят повлиять, на нас разными сферами, разными, скажем так, фейками и так далее. То есть я ни на что, и Витя, и я, и вся наша родня, ни на что не обращая внимания, остаемся при своем мнении. Пусть это вам нравится или не нравится, это ваше дело. Вот. И молимся Богу, что все будет у нас хорошо. Так должно быть. Вы все понимаете, что весь мир за нас. У нас очень много поддержки, у нас много моральных сил. Мы выстоим, мы выдержим Бомытио Варти. Вот так. Значит, что? Весна идет, весна прет прямо, ну, не на шутку. Вчера был сумасшедший ветер. По-моему, больше 30 километров в час. Что-то такое дуло, задувало, сносило крыши там продовольственных ларьков и так далее. С ног сшибательный ветер. Сегодня спокойный солнечный денек. Все радует, погода радует. Пока только погода радует. В остальном мы в ожидании. В ожидании добра, мира и покоя. Вот. И поэтому хлебушек печется. Сейчас чего-то еще придумаю по поводу второго и первого. Потому что еще сегодня к нам зайдут попрощаться. Люди уезжают, зайдут попрощаться. Поэтому мы их ждем. Шум, конечно, хлебопечки мешает, извините. Но работа кипит, работа делается. Степа завтракает, как всегда. Если я на кухне, то Степа всегда завтракает. Он умничка, конечно. Он любит общение, любит нас. Мы любим его. Мне жутко понравились чьи-то слова из подписчиков. Это не вы со Степой живете, это Степа живет с вами. Да, наверное, так. Он у нас хозяин, он у нас чудо. Мы его любим. Любим деток, любим внуков. Режем видимся. Но зато мы рядом, зато мы вместе. И одного мнения обо всем. Это радует. Ребятки, я хочу вам пожелать успехов, радости, победы. Пускай придет побыстрее в наш дом. Покой, мир, счастье, зла, все будет Украина. Все будет хорошо. Держимся. Всем вам огромное ответие от меня. Привет. Всегда с вами погода в доме. Вот такое настроение на данном этапе. Но мы не унываем, мы держимся. И слава Богу, что у нас тихо. Слава Богу. Я сочувствую всем тем, у кого хуже. Ставлю везде, где вижу, что человек ушел из жизни. Все держу на контроле. Держу по новостям. Все слышу, все знаю. Лишнего в голову не беру. Всем, кто ушел. Вечная память, светлая память. Оставшимся в живых родственниках. Терпение. Сил. Держитесь, крепитесь. Ну, тут, скажем так, не имею права ничего больше говорить. Потому что это жуткое горе. Терять родню, терять детей, не дай Бог. Так что все, мои хорошие. Будем держаться, будем крепиться. Пока мы вместе, пока мы и сила. Это здорово, что мы вместе. Мы однодумцев у нас много. Понимающих людей много. Их намного больше, чем входящих фейков и подлых людей, которые пишут гадости мне. Дай Бог им всем здоровья. Никого не кляну, никого не проклинаю. У них такая точка зору. У нас такая точка зору. Поэтому судить одному Богу известно. Кто кого имеет право судить. А я никого не сужу. Живите, как считаете нужным. Но мы живем так, как мы считаем нужным. Все. Мира, добра, счастья, победы. Всегда с вами канал Погода в Доме. Витя, Лена и Степан. Пока-пока.